Спайк, 100 рублей. Можно ли лечить депрессию амфетаминами? То есть можно перефразировать, лечат ли в принципе депрессию амфетаминами? Так, значит, я не скажу за всю мировую психиатрию, я не знаю, может быть, где-то уже начали пытаться это делать, но пытаться лечить психотропными препаратами психических заболеваний, в принципе, это довольно скверная идея, и мы недостаточно знаем про психотропные препараты, а то, что мы про них знаем, скорее говорит нам о том, что они негативно влияют на психику. Амфетамины у нас делают что? Амфетамины, грубо говоря, если уж совсем упрощать, они нервную систему разгоняют. За счет разгона нервной системы наступает переистощение. На фоне переистощения после кратковременного улучшения, симптоматического улучшения состояния, то есть пропадает апатия, возникает желание куда-то там двигаться, бежать, чем-то заниматься срочно, спасать мир, планету, возможно, и Вселенную. После этого наступает отходняк, и те небольшие ресурсы, которые оставались у нервной системы, сраженной депрессией и дефицитарными состояниями нейрохимического обмена, все это дело значительно усугубляется, поэтому вместо того, чтобы получить пользу, мы получаем только ухудшение состояния. Это, собственно говоря, то же самое, что человеку с неврастеническим состоянием, опять же, с повышенной усталостью и так далее, назначать очень сильные ноотропы, при этом никак не борясь с самим состоянием и никак положительно не пытаясь на психику влиять. То есть, допустим, если человек на фоне упадка сил из-за того, что он несколько суток не спит, не ест, и нужно ему срочно много работать, он начинает бешено пить, допустим, тот же самый фенотропил. Но какое-то время он на этом фенотропиле, наверное, просуществует, потому что в организме не останется других вариантов, он выжмет из себя последние силы. Зато потом в какой-то момент фенотропил перестанет действовать, человек его отменит, и, собственно говоря, будет ему уже совсем плохо, потому что весь тот небольшой резерв, который у него еще оставался, он его полностью исчерпал. Поэтому не ешьте, дети, наркотики, и взрослые люди тоже их не ешьте, это очень вредно. А помимо всего прочего, амфетамины, как и большая часть психотропных препаратов, могут повлиять еще каким-то образом на их фоне те психические болезни, которые находились в латентном состоянии, они могут активизироваться, и человек уже по полной программе залетает в гости к психиатрии, острый эпизод сменяется хронизацией процесса, и вот он уже, собственно говоря, раз в полгодика ходит к врачу со словами «Доктор, пожалуйста, подкорректируйте мне курс лечения, а то мне таблеточки перестали помогать». Ну а если он не ходит, соответственно, время от времени за ним проезжает белая машинка с красной полостой и радостно с дискотекой увозит его в острое отделение, где он такой умный и красивый лежит на вязочках. Это довольно неприятные впечатления, надо сказать. Марго, я надеюсь, ты вернулся, потому что у меня закончился. Да, я очень вовремя вернулся.